Благодаря инициативе общественной организации «Союз женщин Искитима» жители города узнали о большом количестве трудовых династий. Это представители строительной, педагогической, медицинской отрасли. А еще в Искитиме есть семьи творческие, одна из которых прославляет наш город как город искусства. В рамках областной социальной акции «Золотые сердца России. Трудовые и фронтовые династии» о женщинах, посвятивших себя не только семье, но и профессии, их земляки узнают из газет, телепрограмм, в ходе тематических встреч, как, например, это в музее, где в кругу друзей и единомышленников состоялось открытие семейной выставки династии Чирва. Так случилось, что мы этот грант выиграли. То есть уже 17-й год подряд проводится акция «Золотое сердце России», а в этом году наш город взял тему «Трудовые и трудовые династии». То есть 10 районов приедут нам 28 ноября на огромный праздник, где будет представлено каждого района по три династии. Трудность в том, что это должна быть династия женская, то есть мы там должны влечать женщину, потому что это мероприятие было придумано когда-то областным союзом женщин Ирина Ниней Павловна Власова. Я поздравляю Аллу с таким хорошим успехом. Она у нас была заочно героиней женского клуба, не смогла быть. Мы о ней очень много рассказывали. Мы показывали ее картины. Творчество мудрой и талантливой женщины Аллы Владимировны Чирва из династии скитимских художников знакомо и близко многим. Вот и на открытии семейной ретроспективной выставки под названием «20 лет спустя» представители администрации города и управления культуры отметили, что эта семья значима для эскитима. И вопреки стереотипному мнению, эскитим не только город, строящий города. Это город художников, город поэтов, музыкантов. И сегодняшняя выставка очередное тому подтверждение. Я уверена, что династия художников Чирва достойно представит наш город в областной акции «Золотое сердце России». Я считаю, что ваша династия достойно представит такой вот интересный срез жизни нашего города. Пусть все узнают, что мы не только столевары и плотники, но мы еще и творческие работники. Согласны? Спасибо. Еще я думаю, что ваша выставка не могла произойти ни в какой другой месяц. Только сентябрь. Потому что краски сентября и краски на ваших полотнах идентичны. Смотрите, вот сдержанная охра Василья Павловича. Глубокий багрянец Дмитрия Васильевича. Краски Аллы, но это отдельное буйство. Это искренние слезы. Тут же такой же искренний смех в этих буйных красках вся Алла. Поэтому желаю вам от имени всего музея процветания дальнейшего. Бабьего лета, только на продолжающегося, такого же сочного, яркого. Пусть ваша творческая жизнь и дальше будет такой же, как краски на ваших полотнах. Глубокой, сочной и очень значной. Ровно 20 лет назад в Искитимском музее состоялась первая семейная выставка Читы Аллы Владимировны и Василия Павловича Чирва. Тогда в качестве эксперимента они выставили и первые работы сына Дмитрия. Тогда это было здорово. Так глаз горел на зрителя, смотрел. И по обе стороны в дворе везели такие миниатюрные работки, зарисовки не только Василия Павловича, но и его учеников. Это Таня Филичевой, Лена Ослаповская и, конечно, Митя. И Митя тогда вот впервые так это понравилось, какую-то значимость. Я говорю, что он, ну, смелость, короче, я говорю, он стал много работать. Он учился в художественной школе, все время рисовал. И рисовал как-то игранчик или играл, рисуя, не знаю. Но, в общем, в основном, конечно, он графикой занимался, как и папа. Его любимыми художниками на тот момент был Босс и Дюрер. Вот, конечно, тушим были работы, карандашом. И, в общем-то, тогда, в день открытия нашей той выставки, она как раз работа, вот этот ряд работ графических, Митя, вызвала резонанс. Все были удивлены, в общем-то, работами его фантазии, смелости. И для меня вот эта смелость его, ну, это дети. Дети всегда талантливые. И художники многие говорят, надо учиться у детей. Они все это смело делают. До сих пор все члены семьи Чирва учат детей и учатся у них. Это взаимно, утверждает Василий Павлович. А Дмитрию, та первая выставка, так придала уверенность в собственную значимость как автора, что он стал очень упорно работать. Теперь он гордость не только родителей, а всего города. Так же, как сами Алла и Василий. Любовью и нежностью пропитаны пейзажи родного города, эскетимские пейзажи. Неизменный восторг у зрителей вызывают графические листы, которые выполнены в технике тушь и рот. Вот в этих работах тут соединилась и какая-то древняя архитектура, архитектура зданий, и, наверное, знаний, пониманий, истории. Ну и, конечно же, философским подтекстом вот эти работы, например, наполнены из вот этой серии. Птаха, значит, дачница, суббота. Суббота, да, вот эти работы очень интересные. Чем бы Алла ни занималась, пишет ли она афишу, или она делает переэкспозицию какую-то, или делает она выставку, она себя отдает, делал всю без остатка. И в творчестве, в творчестве она точно такая же. Биография семьи Чирва тесно связана с Искитимом. Рукотворные шедевры основателя династии, отца Василия Павловича, знакомы горожанам. Мой отец, он учился на Украине, окончил художественное училище, Хариковское. И он художник, скульптор, выполнял практически много работ по скульптуре, в том числе и по отделке зданий в Искитиме. Дворец скульптуры цементника, вот это лепнина, росписи потолков, это его работа. Входная зона, парка нашего, это тоже он делал. Памятник Каратеева тоже он, то есть он здесь поработал. Еще дядя мой, ну он как бы художник-любитель, но он хороший, он действительно искренне любил искусство. По-настоящему. Музыкой увлекался, техникой, рисовал картины. Отец Василия Павловича рано ушел из жизни, когда мальчику было лишь 4 года. Поэтому прямого влияния на развитие способности сына как художника он не оказал. А вот у Аллы Владимировны любовь и тяга к живописи была с детства. Я всегда была редактором газеты. Вот, и мне это нравилось, я рисовала. Я даже вот, когда рисую, я играю, как бы, у меня такая игра была. Вот, пробовала в дом пионеров ходить, но что-то у нас не получалось в моем городе. Потом все-таки решила уже в старших классах буквально поступать на худограф, который открылся в Новосибирске. Это первые как раз открыли факультет худографа в пединституте. Но мне, естественно, не хватало подготовки, поэтому, конечно, я за год до этого готовилась, ходила к художнику. Естественно, начинать нужно с натуры. Он мне натурные постановки делал, я рисовала. Поступила на худограф, это очень удачно было. Вот, ну и все, мне просто повезло. Хотя я всю жизнь рисовала, были у меня навыки, у меня и бабушка рисовала. Любовь управляет многими процессами, вдохновляет на творчество. Свою любовь Алла встретила в студенческие годы, и чувства супруги пронесли через всю жизнь. Он меня на кухне заметил, как я жарила рыбу, по-моему. Он говорит, я посмотрела и подумала, вот был мне такой же дом. Он был настойчив в своем ухаживании, ну и мне нравилось, что он, ну, помогал мне во всем. Он мой портфель носил, был очень внимательный. После института Алла Владимировна занималась чаще оформительской деятельностью. Рисовала реже, зато от души. А Василий Павлович работал в музее, преподавателем в детской школе искусств. В этой творческой обстановке и рос их последователь. Сын Дмитрий. Я быстро делал то, что необходимо, и был свободен. И ко мне приходили очень интересные друзья, музыканты, художники. И вот в этой атмосфере общения с друзьями наш сын и вырос. Он все это видел, все слышал, все впитывал. Очень рано научился играть в шахматы. Рисовал где-то лет с трех, наверное, с карандашами играл. Я ему задачи ставил сначала через игру, а потом уже отвел его в художественную школу. И дальше художественное училище с красным дипломом окончил. И дальше Академию имени Репина окончил. Сейчас работает в художественном училище Новосибирска. Это его основная такая страсть. Он, в общем-то, прирожденный педагог. Хотя ему говорили, не получится, все получается. Молодец. То есть его заметили, он получал гранты. Грант, кстати, от Путина получил, но это позже. А от губернатора стипендия была, потом была. Стипендия Министерства культуры. Потом разовая стипендия Фонда культуры Михалкова. Ну, в общем, был на творческой даче Подмосковья Сениш две недели. Ну, а потом и конечный результат в гостях у Путина. Дочь Евгения и внучка Полиночка, чьи портреты с особой нежностью и трепетом, пишет Алла Владимировна, не стали художницами, но владеют массой других талантов. Дочь не пишет. Я знаю, вот когда ей было два годика, я ей подсунул гуаши и кисточку, и бумагу, она, говорю, мамин портрет нарисуй, она так нарисовала, бесподобно. И в детстве она нарисовала, срисовывала вначале, и очень хорошо, качественно. Ну, пошла по другой линии, она шьет. А внучка, как набросок его нарисовала, ехали они в электричке, она вот этот набросок с него сделала, ну, это вообще, понимаете. Сегодня и Василий Павлович, и его сын Дмитрий занятия живописью плодотворно совмещают с преподавательской деятельностью. На смену мужу в Искитимский музей пришла работать Алла Владимировна, покорив коллег своей искренностью, доброжелательностью, смелостью суждений, глубоким чувством ответственности и высоким профессионализмом. Она не только организовывает выставки, но и пишет картины. В ее портретах видно не только внешнее сходство. Чувствуется, что автор улавливает характер человека, а ее натюрморты – это источник вдохновения для всех, кто ими любуется. У меня все ярко, я люблю цветы, фрукты. Мужчины более серьезные, они любуются пейзажами, делают композиции с философским каким-то уклоном. Почему я женские портреты пишу? Ну, цветы женщины – это близко, правильно, друг к другу? Так же, как и дети, цветы жизни. Я люблю копаться в характере, в чем-то конкретном. А мужчины, они вообще любуются, мне кажется. Ну, конечно, это разное, это видно и по цвету, они более серьезные, более суровые мужчины. Алла Владимировна, как истинная женщина, радуется цветам и не перестает удивляться, делая открытие. Василий Павлович предрасположен в графике, любит живопись. Его новое увлечение пастель объединяет и то, и другое. А совсем недавно он стал писать стихи. Хотя творчество всей дружной семьи Чирва давно и постоянно вдохновляют поэтов. Портреты в комнате висят, листая времени страницы. Когда-то, много лет назад, их жизнь была твоей частицей. Расскажет времени портрет и о любви, и о разлуке. Прольет на это лунный свет художник мастерство наука. Что пытались душой связать между тленом и вечности? Чтоб потомки могли разгадать красоту безупречную. Нам пройти с вами творческий путь по просторам прекрасного. Уловить в этом главную суть, в ней найти соучастие. Вы смогли красоту земли и любовь беспредельную. Уместить на халты свою, радость сердца и длинную. Нам, династия ваша, несет полнотой наслаждения, гениальной мысли полет, высшей музы решения. Ваши творческие сердца – это мини-селенные. Вы служители Бога Творца, вы не без вдохновения. Прикоснуться к творчеству семейной династии Чирва – это праздник, на котором побывали и от души насладились все присутствующие. И авторы полотен, и музейные сотрудники поблагодарили владельцев частных коллекций, которые предоставили на выставку работы семьи Чирва. А от лица друзей выразило чувство глубокого уважения к труду и творчеству этой семьи Людмила Михайловна Самойлова. Ведь они – целая эпоха для музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова